Добрый день, коллеги! Сегодня мы начинаем наш последний вебинар весеннего цикла вебинаров от компании Директ Медиа и Университетской библиотеки онлайн. Сегодняшний вебинар проведет Константин Николаевич Костюк. А перед тем, как передать ему слово, я хотел бы сделать два маленьких объявления и дать вам ссылочки. Во-первых, я хотел бы сообщить, что те, кто не смог посетить предыдущий наш вебинар или те, кто хочет посмотреть его в записи, могут это сделать вот здесь. Дублирую ссылочку в чате. Также те ссылки, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание, находятся в окошечке общедоступные ресурсы справа от окна презентации. Ну и второе, что хотел бы я вам сказать, это то, что мы, как всегда, активным участникам нашей серии вебинаров выдадим сертификаты по их желанию. Это желание должно быть подтверждено письмом вот на этот адрес. Сейчас адрес я вам скопирую в чат. Письмо на этот адрес желательно указать в заголовке письма фразу «Получение сертификата». На сертификат могут рассчитывать те, как я уже говорил в самом начале нашего цикла, те, кто посетил хотя бы 4 из 5 наших вебинаров. Мы проверим по своим каналам и выдадим вам сертификаты. Ну что ж, коллеги, а теперь я хотел бы передать слово генеральному директору компании Директ Медиа, который сегодня выступит с вебинаром «Как мы встречаем четвертую индустриальную революцию?» Что такое БС-2.0? Константин Николаевич, я прошу подключиться. Добрый день, уважаемые коллеги. Услышно. Если какие-то замечания, пишите в чате, будем реагировать. Ну что ж, мы приблизились к последней нашей теме. Она звучит достаточно необычно, как мы встречаем четвертую индустриальную революцию. Но это не случайно. Мы все-таки хотим превратить наши семинары не просто в методические, но научно-методические занятия. И тема индустриальных информационных революций касается нас, как информационных экспертов, в первую очередь. Ведь мы с вами бойцы этой самой информационной революции. Ну а речь о четвертой индустриальной революции зашла совсем недавно. И, в общем-то, сделала целый фурор эта теория, поскольку до сих пор мы с вами жили в концепции трех индустриальных революций. Ну и, собственно, продолжением является четвертая. Напомню вехи и основы этой теории о том, что первая революция у нас была связана с машинизацией индустрии, с возникновением паровых двигателей, потом остальных энергетических ресурсов. Вторая революция привела нас к массовому индустриальному производству. Связано это было в первую очередь с энергетикой, с двигателями внутреннего сгорания. Но это произошло аж в начале 20 века. И третья революция уже в конце этого века была связана с компьютерами, с цифрой, с автоматизацией производства, изобретением интернет, рубеж 20 и 21 века. Ну и я вижу, что некоторые жалуются, что прерывается звук. Я надеюсь, что все-таки нормализуется. Постараюсь поближе говорить. Итак, совсем недавно нам озвучили, что пришла и четвертая промышленная революция, и озвучили это впервые на Всемирной Ганноверской промышленной ярмаке в 2012 году. А совсем недавно Давозский экономический форум прошел под эгидой этой самой четвертой промышленной революции, как ее мы встречаем. И в этом концепте, который уже так громко, публично прозвучал, прошел в масс-медиа, а не только в научных каких-то публикациях, были заявлены следующие явления, которые позволяют обобщить новый этап нашего технического и культурного развития. Это такие явления, как киберфизические системы. Я их сейчас перечислю назывным образом, потом немножко расчифрую. Это создание умных фабрик, смарт-фабрик. Это возникновение интернет-вещей. И более такие частные, но тоже называемые явления, как распространение облачных вычислений. Все переходит постепенно в облака. Работа с большими данными, Big Data и новые возможности, которые они дают. Цифровое моделирование разного способа, развитие роботов, развитие интернета и сервиса. И целый ряд подобных новаций. Напомним, что мы, что вот эта вот концепция четырех индустриальных эпох немножко не совпадает с другой, распространенной в социологии и социальной футурологии, концепции трех индустриальных эпох, которые восходят еще к Марксу. И, собственно, на этой несостыковке мы можем и найти очень интересные различия и развития. Классическое наше учение говорит немножко о другой структуре, о существовании классического индустриального общества. И начинается оно с 19 века, еще с эпоху Маркса развивается. А в 20 веке такие личности, как Форд, его, этот концепт подтвердили. Индустриальное общество сменяется постиндустриальным, но только в конце 20 века. Это возникновение общества услуг и белых воротничков, когда сектор услуг начинает быстро, стремительно расти. И эти явления зафиксировали такие теоретики, как Даниэл Белл, Тофлер и другие футурологи. Ну и, наконец, и постиндустриальное общество недолго здесь держится. Его сменяют информационное общество. Часто говорят, что информационное общество это некий подвид, этап постиндустриального общества. Это уже начало 21 века, общество цифровой коммуникации и автоматизации. Одним из видных теоретиков информационного или сетевого общества является Мануэль Кастерс. Вот это тоже очень распространенная и ясная конструкция, базовая такая для науки. В нее заложена максимальная эволюция производительности труда. И каждый рывок в производительности труда порождает очень существенные социальные изменения в обществе. Вот, собственно, здесь мы немножко видим конфликт вот этих теорий. Если в первом вот в этом домосском концепте нам пытаются представить некий такой новый этап цифровой революции, то во втором классическом концепте цифровая революция только, собственно, начинает развиваться. Вот в чем отличие между этими концепциями, я постараюсь в двух словах объяснить, разъясняя вот те явления, которые сегодня звучат у всех на устах. Ну, возникновение киберфизических систем. Что это такое? Это, ну, в чем-то и роботы на новом этапе развития, но вообще это более широкие системы, по сути, системы различных датчиков, собирающие многообразную физиологическую информацию и позволяющие управлять даже физиологическими органами и системами. То есть машины и организмы начинают говорить на одном языке. Это могут быть датчики, которые вот именно биологические системы описывают, и очень четко позволяют ими управлять. Или наоборот, когда разум, так сказать, начинает очень тонко управлять техническими системами, превращая их, по сути дела, в некие такие биороботы. Вот это одно явление, другое явление, немножко в другой сфере, но подобное. Интернет вещей, о нем говорят сегодня потому, что данные позволяют настолько повсеместно и глубоко держать под контролем окружающие предметы действия. Это умный дом, контроль за своим автомобилем, за своим организмом, возможность через интернет получить любую услугу в любой момент. В общем, с этим мы уже тоже немножко сталкиваемся. Смарт-фабрика – это такой тип производства, когда оно уже настолько гибко персонализировано, связано буквально с человеком, что перестает зависеть от классической индустриальной иерархической структуры, от центровой, и начинает, так сказать, работать по горизонтали очень гибко. И вот, собственно, в этом случае массовое производство уже сливается со сферой услуг, с точечным предоставлением услуг. Вот. Ну, если обобщить, что же при этом происходит, я бы сказал так, цифровая третья революция, о которой говорят, она лишь означает переход информационных потоков на цифровые носители. То есть мы получили очень много информации, но информации и прочее на различных носителях – это просто информационный взрыв. В то время как четвертой революцией является революцией данных. Это уже не просто какая-то данность этой цифровой информации, а, по сути, внедрение этой информации в физическую жизнь и совершенно другое поведение информации. Информация начинает управлять нашей жизнью. То есть информация теперь предстает не как просто самостоятельная, самоценная, отдельная область бытия, а как определяющий участник реальных производственных и бытовых процессов. Вот, собственно, суть того, что мы прояснили в этом новом термине – четвертой индустриальной революции. И, разумеется, она прежде всего ставит вопросы и вызовы нам, работники информационной сферы. Где, собственно, находятся библиотеки между этими четырьмя эпохами? Я считаю, что они остаются в третьей пока цифровой эпохе. То есть что они делают? Они поддерживают и собирают информацию в чистом виде – на носителях, книгах, ВБС и так далее. А вот для того, чтобы перейти в четвертую эпоху, необходимо придать движение информации. То есть интегрировать ее в реальные процессы. И, собственно, в библиотеке и есть центры, которые призваны направлять информацию. И если они это не сделают, то есть не придадут движение, не будут участвовать в этом новом движении, то, собственно, они, как носители информационной компетентности, будут дискредитированы, останутся в этой третьей эпохе. И, собственно, те признаки библиотечного кризиса, о которых сегодня часто говорят, на мой взгляд, заключается именно в том, что мы пока остаемся на той грани информационной эпохи, а не четвертой активной информационной революции. То есть библиотеки по-прежнему нацелены на сохранение, а не на движение информации. Ну, а теперь я постараюсь рассказать о том, что, собственно, мы можем и как мы видим свое дальнейшее развитие, чтобы вот этот вызов принять и двигаться вперед. Ну, во-первых, об ЭБС. Что такое ЭБС 1.0? То есть ЭБС первого поколения. По сути, они являются неким аналогом библиотек традиционного типа и тоже олицетворяют основную функцию библиотек как хранителей массивов информации. И что могут такие ЭБС, которые нас сегодня окружают? Хранить и каталогизировать книги, давать книги тому, кто хочет прочитать ее, помогать в поиске получения книги, то есть так же, как и библиотеки обычные. И как вообще себя позиционирует библиотеку по отношению к жизни? Ну, это в основных таких чертах мы знаем, чтобы получить книгу, читатель должен прийти в библиотеку как определенное место. Чтобы иметь книгу в библиотеку, тоже цепочка отдельных действий, автор должен писать, издать или издать, и библиотеку купить. То есть библиотека вот в этой картине позиционирует себя как отдаленная от реальных жизненных потоков пространства, как известный нам храм знаний. И точно так же и книга тоже отдаленной от реальных процессов набора знаний. То есть я хочу сказать о том, что вы видите здесь сформулирован совсем другой подход от того, что требует от нас четвертая революция. а она требует живых данных, где задача состоит в том, как связать информацию и жизненные процессы. То есть вот то, что мы создали с вами, храм знаний, как отделенное пространство, надо теперь вернуть в жизнь и заставить этой жизнью править. Если ЭБС 1.0 была системой хранения знаний, то, соответственно, ЭБС 2.0 должна знаменовать система не хранения, а использования данных. Систем, которая нацелена на то, чтобы интегрировать информацию в реальные процессы, которые она обслуживает. А ЭБС обслуживает учебный и научный процесс. Соответственно, ЭБС нового поколения должны быть так тесно интегрированы в учебные и научные процессы, чтобы учеба была немыслимо без работы с информационно-образовательными ресурсами. Разговора 1.0.2.0 уже... Мы не первый раз обращаемся к вот этим вот символическим цифрам. Давно существует понятие ВЭБ 1.0 и давно существует уже представление о том, чем должно быть ВЭБ 2.0. По сути дела, речь идет о том же самом, о чем пытался сказать я, то есть о переходе к доктрине использования информации как совместного создания информации, создания потребителями, а не получения готового продукта. И, собственно, в этом плане ЭБС 2.0 это просто часть планетной системы ВЭБ 2.0. И мы уже видим, что гораздо более убедительно, заметно эти шаги проделывают системы открытого доступа к знаниям. В учебе это МООК, то есть тоже открытые онлайн-курсы. То есть процесс набирает обороты. Конечно, мы с вами и ЭБС должны в нем активно участвовать. Ну, чтобы еще раз это стало ясным, я вернусь снова к неким таким теоретическим концептам исторической эволюции понятия информации и знаний. Ну, собственно, информация это и есть эволюция представления о знании так сказать, сквозь века. И начинается эта эволюция знакомого вам понятия теория, изобретение античной цивилизации, где знание трактуется как теория, как созерцаемая, такая вот истина. Причем весь акцент ставит на отсутствие связи с практикой, вот на чистом, понятие чистой истины. Новоевропейский концепт науки радикально меняет этот подход и трактует знание как эксперимент. Знание получается из практики применения разума. Индустриальный концепт науки в 20 веке еще делает сильную подвижку, представляет уже знание как технику, как продукт взаимодействия и контроля над реальностью. Ну, и, наконец, информационный концепт науки, он уже не удовлетворяется даже и знания как техники, а трактует знание как информация, то есть уже как некая функция техники, как постоянный сбор и управление данными вещами, как очень плотный контроль неразрываемый между природой и разумом, между информацией и природой. Вот такая вот прочерчивается эволюция, в которой получается, что чем больше знания, тем меньше нас интересует истина. а вот как оно выглядит образно, так сказать, три этих способа освоения действительности превращения в знание и информацию, то, о чем я сказал. То есть, если мудрость это многие века была некая устная передача этого знания, а образование представляло свое просто получение вот этих знаний. Этот подход собственно изменяет книга, которая позволяет и учит применять знания и главное это происходит уже не устно, а письменно и образование связано с книгой и с вот таким умением применять знания прежде всего в эксперименте, умение строить науку. Ну и наконец последняя наша эпоха, которую мы с вами открываем, когда знание и наиболее адекватная форма его выражения становится IT-платформа. И здесь уже акцент ставится вообще не на получение и даже не на применение знаний, а на создание знаний. Образование уже неразрывно от процесса создания знаний от авторства. По сути дела сегодня уже невозможно представить себе, что знание просто потребляется, а не создается. Любой, кто потребляет, он и должен создавать знания, иначе что-то не то. И это начинается уже со студенческой скамьи. Вот собственно мы и пришли к новой парадигме информационной платформы, которые должны зафиксировать как ключевой момент происходящего перехода. Платформа нового поколения это пространство, где можно и получать знания, и применять полученные знания, и самое главное создавать знания. Вот эти три единства некое обязательное его условие, иначе будет недостаточно. В то время как еще недавно платформы первого поколения ставили более простую задачу просто искать информацию и получать ее во все больших объемах. Вот сейчас происходит то, что платформа нового поколения преодолевает вот то заложенное раньше разделение времени и места, где текст создается и где он потребляется. Как я вам обращал внимание, всегда было представление о том, что вот создание текста, то есть исследование публикации происходит где-то совершенно отдельно от его потребления. Автор и читатель это совершенно разные парадигмы. Вот этого разделения больше наверное не будет существовать и собственно платформы современной платформы этого стремятся достичь. То есть на новой платформе эксперт должен в едином информационном поле и находить материал для исследования и там же иметь инструменты осуществления исследования и там же иметь возможности публикации исследования. Вот то разделение которое существовало раньше оно становится контрпродуктивным оно мешает процессу тех интенсивных активных исследований нужно чтобы это было происходило в одном месте и добиться этого могут только IT платформы. Вот это то же самое в картинке и схеме если слева мы с вами видим традиционный путь как происходило исследование от чтения получения материала к публикации которые важны такой момент результирующие исследования и дальше идет обсуждение все поэтапно. вот сейчас на платформах нового поколения те же самые вещи должны происходить по сути дела синхронно и одновременно то есть чтение материалов подготовка к исследованию работа над публикацией в содружестве с коллегами и с заинтересованными лицами публикации на платформе дальше тут же на этой платформе продвижение результатов исследования получение обратной связи для нового витка исследования то есть такой вот бесконечный цикл должен постоянно происходить и если мы снова начнем разносить вот эти элементы то мы просто тормозим себя в движении это несовременно но об этом легко говорить в теории а как это будет выглядеть на практике насколько мы уже способны предоставить такие сервисы я начинаю уже говорить о том что есть у нас по сути дела об университетской библиотеке онлайн насколько мы способны представить ЭБС который имеет и контент и возможности публикации и возможности продвижения ну в первую очередь мы платформа профессионального контента и более чем убедительная наш информационный массив насчитывает уже 100 тысяч книг отобранных для науки здесь вы найдете инструменты умного поиска и каталогизации инструменты работы с книгой цитирование архивирование выделение текстов чтение в оффлайн онлайн режиме мобильных устройств фокусировка области научных интересов то есть не обязательно рыскать там по всей базе вы можете существовать в своей субсреде и делать главную страницу которую выбираете сами для себя область своего научного интереса вот и здесь же вы получаете информирование о новинках вот этого своей научной области о бестселлерах о лучших авторов то есть все условия для того чтобы читать в полной мере получать необходимый материал для своего исследования ну особенно конечно для гуманитарий здесь уже в наличии но одного чтения недостаточно как я сказал каждый активный ученый он должен обязательно публиковаться и ему не нужно для этого куда-то идти он имеет тут же современную платформу для публикации эта платформа должна содержать заинтересованную целевую аудиторию и собственно ее преподаватели ученые здесь и получают это более 50 тысяч зарегистрированных преподавателей и ученых которые могут прочитать эту публикацию более миллиона зарегистрированных студентов то есть это уже скажем аудитория гораздо более мощная чем человек получает если публикуется просто в журнале здесь же инструменты качественного метаописания публикации в личном кабинете в разделе публикации работ где он может отдать всю необходимую полную информацию здесь же есть стимулирование цитирования этой публикации создается список литературы у каждой работы библиографическое описание делает цитирование удобным здесь есть различные дополнительные сервисы для работы с публикацией проверка на плагиат размещение в ринц продажи в интернет магазине ну и самое главное что загрузка публикации на платформе это по сути есть авторское издание как печатное так и цифровое с присвоением из бен созданием индивидуальной обложки распространением в библиотеке в общем это самая настоящая публикация которая научная публикация которая сегодня существует в нашем научном научной среде но недостаточно и опубликовать главное донести до научного сообщества и здесь у нас и есть и главное мы планируем целый круг сервисов собственно не все вы сегодня найдете здесь я по сути дела и рассказываю вам наше видение наши планы то что будет сделано для продвижения научной коммуникации ну это возможность создания собственного портфолио для ученого возможность пригласить в коллаборацию своих коллег и специалистов точечно к своим именно трудам к своей тематике этот круг приглашенных специалистов будет видеть события данного ученого то есть его новые публикации его рекомендации рецензии портфолио точно так же и ученые видят события и публикации своих коллег. Опубликованные работы могут быть оценены читателями и коллегами. То есть происходит такая рабочая коммуникация ученого, где ему не нужно, так сказать, миллионы своих читателей, а существует несколько специалистов в его сфере, и он всегда видит, что у них происходит, и они тоже видят. И могут обменяться какими-то главными своими репликами. И есть, конечно, здесь и возможность расширения своего интереса, не только одну публикацию, над которой он работает, но вообще создавать материалы по своей теме, выделять в ВБС различные книги и материалы, загружать собственные материалы, то есть создавать такую творческую лабораторию, которая доступна для округа избранных, интересующихся той же темы. То есть постепенно возникают элементы сети научной коммуникации, главная цель которой – продвигать и искать своих единомышленников. Вот, собственно, это концепт, который мы вам представляем, над которым будем работать постепенно, мы его внедряем в жизнь. И первые счастливчики, обладатели таких сервисов у нас стали, как ни странно, студенты. Но это связано с теми новыми требованиями, которые требуют публикации всех студенческих выпускных работ в открытом виде. Но для нас это больше, для нас это именно отработка такой лаборатории создания своей научной карьеры. Все-таки для студентов, таких успевающих, нацеленных на будущее развитие, именно вот эти работы, курсовые, дипломы становятся первыми этапами научной карьеры. И здесь у нас на платформе они уже получают первую возможность вхождения в научное сообщество. Что они могут? Выкладывать свои работы, формировать портфолио, проверять работы на плагиат, присваивать работам идентификатор до ИИ, то есть индивидуальный авторский идентификатор. Могут заказывать печатные экземпляры своих работ, могут выставлять работу на публичную оценку, могут приглашать других студентов, продвигать свои работы, делиться своими работами на других площадках открытого доступа. То есть вот уже для студента создана такая лаборатория его научной работы. И уже здесь публикация становится не просто результатом каким-то, а процессом, когда после неких оценок или отзывов можно опять изменить свою работу, усовершенствовать ее. Вот, собственно, наша задача создавать этот процесс, перенести его на платформу и сопровождать, включать в этот процесс все сообщество, которое посещает нашу платформу. Вот как это выглядит на скриншотах. Это я уже вам показываю конкретную реализацию тех идей, о которых говорилось. В разделе студенческая наука выкладываются их работы, и происходит различное использование дополнительных сервисов, которых я назвал. Это и рецензирование, и оценка, возможность организованно сдать работу на проверку кафедре своей, напечатать работу, вплоть до того, что на нашей платформе он может получить гонорар за использование работы, если работа активно читается и используется. Вот так выглядит такая опубликованная работа. Вы видите, ее можно оценить. Это, несмотря на то, что она студенческая, полноценная публикация, и мы, собственно, учим студента уже по всем стандартам и нормам по-настоящему публиковаться. Это очень важный навык и знание, через который должен пройти каждый студент. Ну и теперь на последнем этапе мы перейдем еще чуть-чуть в смежную область, поговорим о сетях научной коммуникации. Может ли ЭБС-2.0 быть такой сетью? И вообще, какими должны быть сети научной коммуникации? Потому что, конечно, вопрос о них давно стоит на повестке дня. По сути, уже было немало попыток создать сети для ученых. в целом вот такие специализированные попытки, я считаю, не удались. Потому что ученые и профессиональные сообщества поглотили более широкие универсальные сети, такие как Facebook, LinkedIn. И ученые пока оказались без своей какой-то организации, без специализированных таких сетевых проектов. В то же время, вот по мере даже развития этих всех сетевых сервисов и средств становится очевидна недостаточность вот таких универсальных сетей для научной коммуникации. То есть, в ней не получается коммуницировать именно в качестве ученого. Потому что ядро подобной научной коммуникации, ну, на мой взгляд, не в общении друг с другом, а в поддержке исследовательского процесса и его квинтэссенции. И эта квинтэссенция как раз и заключается в публикации результатов исследований. Вот, собственно, читать эти публикации, обсуждать их и должны в таких научных сообществах сетевых. Возможность такая реализована. Вот, на платформах открытого доступа к публикации, которые переживают сегодня бурный рост, собственно, и происходит это же самое. То есть, публикуются научные результаты, но, тем не менее, тут уже остается только публикация, в которую еще нужно, предстоит внести этот вот сетевой коммуникационный элемент. и ЭБС, на мой взгляд, вполне возможно, вполне может реализовать вот эти задачи. Какие задачи? Чем должны быть научные сети? На мой взгляд, все-таки, цель научных сетей не организовывать оживленную коммуникацию ученых друг с другом, чтобы там у них постоянно были какие-то реплики, как мы привыкли в наших обычных социальных сетях, а все-таки объедини их вокруг области научных интересов, чтобы в центре стояла вот эта вот их тема и, собственно, ничего лишнего. Основа научной сети, на мой взгляд, в прямом, быстром и удобном доступе к научному тексту. Вот именно поэтому до сих пор основой научной коммуникации служил журнал. это именно тексты и они доставляются всем заинтересованным ученым. Но сегодня журнал особенно печатный, хоть и остается основой научной коммуникации, но уже далеко не такой оперативный, прямой, как это было раньше, потому что существует IT-платформа, они могут быстрее донести информацию и более, так сказать, точечно. ну и третий аспект, то, что ценность научной сети, как и в любой сети, все-таки не в самом контенте публикации, а в возможности оперативной обратной связи с коллегами, коммуникации вокруг этого контента, вокруг своего текста. вот эти три вещи, мне кажется, должны быть реализованы, чтобы то, что называется научной сетью, получило свое существование. Ну и собственно опять прикладной уже аспект, как мы мыслим реализовать такие возможности. Ну, во-первых, вы если работаете плотно с нами, заметили, что у нас уже есть возможность зафиксировать область научных интересов в профиле и при регистрации можно выделить свою область научных интересов и сделать вот эту страницу научных интересов главную. Вот тот, кто это делает, тот, по сути дела, уже переходит в режим платформы EBS 2.0 и видит перед собой совершенно другую картинку, чем другие. Если он делает страницу научных интересов главной страницы, то после этого он каждый раз открывает наш сайт именно на этой странице. Она персонализирована, уже подстроена под него. Вот, и здесь, ну, например, эта тема, которая меня интересует, история христианской церкви, ученые, интересующиеся этой темой, открывают EBS на этой странице, видят новинки, которые здесь появляются, популярные самые книги, которые в этой теме читаются больше всего, то есть он уже в русле вот той коммуникации, которая здесь происходит вокруг темы истории христианской церкви. Тут не каждый день события, для специалистов всегда книга, любая книга, ценные монографии уже является событием. Постепенно это все растет и пополняется. помимо этого, в наших планах на каждый раздел сделать некого научного куратора, модератора тематического раздела, то есть специалиста, который постоянно этим интересуется, он может постоянно усовершенствовать, обращать внимание на элементы, на события, происходящие в этой научной области. Каждый ученый может стать таким куратором, может создать свой круг материалов, свою коллекцию, тематическую область и там направлять внимание всех, кто подключился к его пакету. Ну и дальше создаются различные возможности отслеживать изменения, рейтинги наиболее интересных авторов, книг, то есть полноценной навигации по предмету. Здесь можно встретить книги события, то есть то, что сегодня у всех на устах экспертов в этой области, кто в моде, так сказать, последние рецензии и рекомендации, что интересного было сказано, то есть чем более узкая область этих научных интересов, тем она эксперту интереснее, ценнее. И все это вокруг публикации. Ну, собственно, это несколько элементов, как несложными достаточно инструментами прийти к той цели создания научной коммуникации, которой я говорил. На мой взгляд, тут очень важно для нас прежде всего не переборщить с амбициями, потому что с одной стороны, одно из главных условий для реализации BS2.0 это достаточность и широта аудитории, то есть все-таки над такой платформой должны быть миллионы, а не сотни пользователей. Иначе мы получим привычную картинку сайтов, когда публикаций много, но они совсем без комментариев жизни не происходят. Во-вторых, понятно, что мы не претендуем на создание какой-то исключительной платформы науки 2.0, потому что такие платформы и гораздо более развитым интересным виде уже существуют, эти те же Facebook, Википедия, Amazon, в которых уже можно найти реализованный концепт гипертекстовых связей, в которых я говорил, зайдите на Amazon, вы увидите, что там необычайно много информации по каждой книге. Вот ни одному другому проекту не удалось добиться такой коммуникации вокруг книги. Это действительно очень несложно, непросто. Но эти проекты слишком глобальны. Для ученого узкой сферы они не подходят. И поэтому собственно мы видим нашу задачу правильного конструирования ЭБС 2.0 не в том, чтобы создать его как самый лучший и единственный сервис платформу для научной публикации, а наоборот, как отдельный небольшой элемент мультивекторно-многообразным информационным пространствам, который вот этот элемент можно везде вставлять. Вот наши публикации можно вставлять и в Facebook, на них можно ссылаться в Википедии. то есть наш ЭБС замахивается на очень узкую нишу. Это всего лишь концентрация автора или несколько его единомышленных на отдельном исследовании публикации и возможность вот в этом небольшом кругу друг друга знакомить, продвигать свою публикацию научной аудитории. Вот собственно поэтому мы считаем, что наша программа вот с такими локальными достаточно целями создать лишь элемент вот этой научной коммуникации вполне жизнеспособна. Ну собственно я уже приближаюсь к концу свой концепт я озвучил. В заключении опять несколько слов уже по сути дела завершения нашего семинара все-таки чем цена ЭБС 2.0 и для ВУЗа и для читателя и для библиотекаря и почему все-таки наша ЭБС отличается от других и отличается вообще от скажем так чтения первого поколения. Ну по сути дела когда мы говорим о платформе речь ведется о том что помимо книги полезно для ее пользователей и что можно создать помимо и вокруг книги чтобы и сама книга становилась богаче интереснее вот и первый вопрос мой собственно почему для ВУЗов эта платформа должна быть интересна чем усиливается значение платформы как просто собрание книг для нашего ВУЗовского образования и здесь я на схеме собрал несколько наших ключевых сервисов почему это не просто книга а нечто большее и прежде всего полезное для ВУЗа ну потому что во-первых существует рядом с книгой ЛМС песочница для преподавателя где преподаватель может создавать не только книги публиковать их но и онлайн курсы то есть создавать какой-то интерактивный контент пробовать свои силы в этой новой интерактивной среде дальше издательский сервис издательской публикации то есть свою публикацию как я вам показал ну по сути дела об этом была вся лекция она нацелена на то чтобы реализовать функцию публикационной активности преподавателя вот в наиболее таком богатом виде для ВУЗа конечно ценный будет не просто авторская преподавательская публикация но прежде всего студенческие публикации потому что это сегодня очень востребовано и актуально с созданием портфолио студентов и так далее вот это еще один очень важный элемент мультимедийный контент аудио видео дополнительные материалы это тоже прибавляется и тоже делает возможность для научного исследования и публикации богаче и интереснее дополнительные сервисы антиплагиат публикация в ринз это все тоже так сказать плюс книги которая дает платформа ну и наконец учебно-методический центр то есть возможность повышения квалификации вот такого общения которое ведем с вами мы сегодня то есть это не просто такая пассивная платформа а платформа на которую может которая учит и которая тоже с вами делится своими перспективами будущего вот эта схема говорит о том в чем ценность такого ресурса что этот ресурс прибавляет для пользователя преподавателя студента библиотекаря для руководства вуза ну собственно я здесь тоже в основном уже сказал это не только литература по своей научной области возможности публикации трудов курсов привязку литературы своих студентов к литературе научная коммуникация ну примерно то же самое для студента но в его формате там есть тесты различные шпаргалки в общем контент такой именно для студентов для библиотекаря это еще одни сервисы которые кстати ближе всего находятся к ЭБС 2.0 это обеспечение книг по книгообеспеченности отслеживание книгообеспеченности статистика библиографии и прежде всего вот те инструменты которые связаны с нашим интеллектуальным сервисом книгообеспеченности собирающим бигдата данные потом о том как книгообеспеченности ведется в других университетах то есть для библиотекарей мы вообще здесь создаем инструментарий вот того это четвертой индустриальной революции плотного контроля над знанием кто читает что читает как вообще происходит с этим вузе вот собственно то же самое для руководства наша платформа помогает закрыть книгообеспеченность предоставляет удобную площадку для экспериментов с дистанционным образованием помогает продвигать преподавателей ну вот факторы которые говорят за то чтобы выбрать нашу платформу ну и для вузовской библиотеки важен вопрос в чем ценность информационного ресурса которые мы предоставляем потому что мы все-таки предоставляем не только учебники монографии а довольно широкий спектр категории литературы которые нужны в учебе и науке вот и здесь я впервые вот так ее распределил в какой табличке что здесь вы найдете кроме учебной литературы здесь есть у нас и эксклюзивный контент эксклюзивное издательство которое нигде больше не найдешь блок научной литературы опять-таки эксклюзивные издания директ медиа их тоже довольно много то есть прямые поставки это пласт литературы которая может быть не используется в книгообеспеченности но очень нужен особенно для гуманитарных дисциплин то есть пласт оригиналов первоисточников это уникальная коллекция переводики большая это уникальная коллекция научной классики это вот сейчас я уверен большой растущий пласт студенческих работ которые показывают очень высокую хорошую статистику это мультимедийные дополнительные материалы даже по этому спектру литературы вы можете можете видеть насколько разнообразный спектр тех материалов которые должна содержать себе ЭБС 2.0 то есть это далеко не только книги и сегодня собственно информационное обеспечение уже книгами никак не покроется ну что ж подхожу к концу и в этом конце я должен дать ответ почему четвертая индустриальная революция немыслимо без ЭБС почему ЭБС 2.0 то есть то будущее которое мы сегодня строим оно вольется вот это движение к новой промышленной революции ну повторяю что условия движения к революции цифровых данных это эволюция цифровых информационных ресурсов в старом виде те информационные ресурсы как мы им знаем просто не будут спрашиваем их в конкуренции медийных средств заткнут именно современные растущие ресурсы но тем не менее все области знания образования науки конечно должны глубоко охватываться цифровыми формами вот на той глубине управления данных сегодня цифровые базы данных интернет это сегменты пестрые разнообразные медийные планетные системы они не собраны воедино то есть сегодня речь в информационной области о четвертом информационной революции была бы слишком преждевременно электронные каталоги библиотек цифровые форматы пополки книжных магазинов вот сегодня это все слишком разное оно не связано друг с другом воедино на следующем этапе это все будет с помощью этих цифровых данных именно связано ну и новый рубеж управления зданиями он и будет достигнут тогда когда произойдет такой синтез совершенно разных областей в цифровом пространстве посредством управления данных вот собственно это в нашей учебной научной сфере и будет выглядеть как ЭБС 2.0 о которой я сегодня попытался вам рассказать то есть я абсолютно убежден что электронно библиотечной системы на следующем этапе это будет абсолютно необходимая форма и условия науки 2.0 которая тоже конечно же претерпевает и будет претерпевать дальнейшие изменения эволюции ну что ж коллеги так у меня почему-то слайд сорвался да мы подошли с вами к последнему нашему слайду как видите определенные высоты мы уже покорили и призываем вас покорять эти вершины вместе с нами это вот фотография совершенно свежей давности с февраля с нашего семинара который мы проводили в Кисловодске и вместе с нашими участниками семинара на нем мы уже сумели покорить Эльбрус правда не самый пик скалы пастухова так называемые но довольно высоко там было четыре с половиной тысяч метров так что присоединяйтесь и давайте вместе с вами покорять новые вершины они гораздо сложнее и выше что ж тогда я думаю что какие-то вопросы возникли у нас еще остается несколько минут какие-то вопросы в вашей аудитории сейчас посмотрим да ну в чате в основном прослушивали так пока спрашивают про сертификат значит еще раз до объявления которое делал Павел Юрьевич вам нужно будет выслать на email который здесь был указан просьба о том чтобы вам выдали этот сертификат и мы с вами свяжемся его перешлем но условие что вы посетили 4 наших занятия да вот вот этот email ну что ж благодарю вас что вы были с нами подобные вебинары у нас проходят постоянно ну вот большой который цикл из 5 вебинаров она обычно один раз в семестр не знаю сможем ли мы еще но у нас идет целый ряд отдельных вебинаров вот будет вскоре вебинары связаны с публикацией в ВКР с этой системой ну что ж мы постоянно ждем от вас обратной связи вот в русле ЭБС 2 0 чтобы вы нам помогали делать нашу платформу интереснее лучше ну и тогда и вершины будут покоряться в следующий раз уже не Эльбрус а Эверест ну что ж всего доброго коллеги до свидания разрешите поблагодарить Константина Николаевича за столь интересное выступление со своей стороны я тоже хочу с вами попрощаться поблагодарить за присутствие на нашем цикле вебинаров до новых встреч надеюсь мы не в последний раз с вами встречаемся нам с вами было хорошо приходите еще до свидания